В Беларуси производится высококачественная сельскохозяйственная продукция, которая поставляется не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Но вопросы связаны с тем, что зачастую затраты пока превосходят результаты, которые мы имеем от продаж. Наша задача заключается в том, чтобы поднять экономику агропромышленного комплекса, и это будет одна из ключевых задач на 2016-2020 годы. Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков. Первые убранные гектары, первые тонны нового урожая и первые победы. По техническим параметрам сельскохозяйственная техника за последние три десятка лет шагнула далеко вперед. Да и культура земледелия стала совершенно другой. А поэтому намолотить тысячу тонн зерна сегодняшним комбайнерам легче, чем их предшественникам. И все равно стать первым в стране тысячником по-прежнему престижно. В 2016-м это почетное звание у Ивана Вырвича и Олега Хвоста из агрокомбината «Холмич» Реческого района. Встаем рано. Встаем 5 часов утра, идем на работу. Работа сложная, конечно, надо подготовить комбайн, чтобы работать нормально день. И уже с 96-го года я на комбайнах работаю. Как мы отработаем, так и будем жить дальше. И семья моя будет так жить. По состоянию на 22 июля в Гомельской области намолотили уже 300 тысяч тонн. В те дни это была почти половина общереспубликанского каравая. Работа на полях буквально от рассвета до заката. Остановки только для короткого обеда и получения наград. В колхозе 50 лет октября Реческого района министр сельского хозяйства Леонид Заяц поздравляет передовиков. Не забывая при этом отметить, их успех следствие еще и правильной организации всего производственного процесса. И в этом заслуга руководителя хозяйства Григорий Шпаков. Хозяйство возглавляет уже 48 лет. Я за свою жизнь много получал разных наград. И теперь в своем возрасте возглавляем коллектив колхоза 50 лет октября. И получить с рук министра сельского хозяйства почетную и грамотную. Ну, это говорит о том, что я не зря столько проработал, столько прожил. И, конечно, я получаю очень большое удовлетворение. И мне, несмотря на свой возраст, хочется еще работать с людьми. Ну, почему? Потому что я людей люблю, а люди добирают мне. К середине третьей декады июля становится ясно. Урожай этого года должен быть выше прошлогоднего. Главное, чтобы погода не подвела. Накануне в ряде районов прошли продолжительные проливные дожди. Человек и стихия. За кем останется последнее слово? Есть определенная стратегия и тактика уборки зерновых культур. Поэтому делаем в большом счету все для того, чтобы убрать сегодня пирож из полеглого хлеба, которое необходимо качественно поднять, обмолотить, не допустить потерь. На помощь работникам сельскохозяйственных предприятий приходят горожане. И не только профессиональные водители. Капитан милиции Денис Муравейников в свое время окончил Будокошелевский аграрно-технический колледж. И до службы в госавтоинспекции уже имел опыт работы на комбайне. Работал лично в 2006 году в совхозе, правда. На комбайне только не на таком, но на Дон 1500. Ну, в принципе, действия один и тот же. Вчера 11 бункеров намолотили, с утра до вечера. Ну, зерно хорошее, урожай хороший. То есть можно молотить, погода позволяет. Все хорошо. 27 июля 2016 года. В Гомельской области зерновые убраны на 45% площадей. Обмолочено 475 тысяч гектаров. Средняя урожайность на 7 центнеров с гектара больше прошлогодней. На сегодняшний день намолочено 475 тысяч зерновых колоссовых. Урожайность 32 центнера. 45% убрано. Я думаю, что за эти дни, если будет наличие погоды, мы уборку темпы усилием из шопер-регионов. И к 10-м должны закончить. Самая высокая урожайность сегодня на предприятиях – это Решетского, Житковичского, Брагинского, Гомельского, Добрусского, Духшилевского районов. По хозяйствам колеблется урожайность от 25 до 75 центнеров. Вместе с тем, головокружения от успехов на Гомельщине нет. В облсполкоме ситуацию оценивают реально, вместе с достижениями, отмечая и явные просчеты в ряде хозяйств. Этого никто не скрывает. Технология одна для всех. Своей технологии не бывает. Технология, то, что мы делаем сегодня, она прописана на исследовательских институтах наших. И то, что говорит губернатор, выполнять нужно. Тот, кто выполнил по статье посеву сегодня, тот имеет сегодня урожай. Тот, кто проморгал, там какие-то были отклонения, тот сегодня имеет более низкие результаты, мягко сказать. Но будут сделаны выводы, конечно, и такого больше не повторится. Для сотрудников Комитета государственного контроля Гомельской области уборочная тоже горячая пора. Ситуация отслеживается как во время прямых телефонных линий, так и при проведении мониторингов непосредственно в хозяйствах. На общий ход работ выявленные недоработки значительного влияния, возможно, и не оказали. Однако, по большому счету, таких фактов не должно быть вообще. В начале уборочной, в середине июля, комитетом, конечно, выявлялись определенные пробелы в организации уборочной. И, значит, такие, как неподготовленность зерноуборочных комбайнов. Это имело место, значит, из-за отсутствия финансов. Комбайны стояли разокомплектованные, без двигателей, без других агрегатов и узлов. Имели место единичные факты, когда отсутствовали экипажи на зерноуборочные комбайны, комбайны не были укомплектованы. Ну, значит, а также был момент перебои с топливом. Перебои с топливом даже простаивали по целому дню. Простаивала техника, не выходила в поле. Но, в целом, хочу отметить, что в этом году, конечно, уборочная кампания проходит более слаженно, более подготовленно. Я бы сказала, с меньшими потерями. Непосредственно к комбайнерам замечаний нет. За штурвалом, как правило, опытные механизаторы, которые хорошо понимают. Но уборочной нужно выкладываться по полной. Правда, меры воздействия на недобросовестных работников в коллективных договорах большинство хозяйств на всякий случай все-таки предусмотрели. Вопросов у нас по нарушениям нет. Потому что каждый механизатор, зная, что такое уборка хлеба, старается выполнять все требования, которые выставляются агрономической службой и инженерной, так, как должны работать. Каких-либо значительных нарушений дисциплины в Ксуп Губичи не было уже лет пять. Нарушителям действительно есть что терять. Сегодня в хозяйстве добросовестным работникам оказывают различную помощь, начиная от обеспечения сельхозпродукции по минимальным ценам. Еще одна мера поощрения для тех, кто не нарушает дисциплину – бесплатные обеды. Меню, конечно, не ресторанное, однако все вкусно и полезно для здоровья. На обед суп гороховый, каша рысовая, котлета мясная, салат из капусты и компот. На ужин картофельное пюре, поджарка, салат с огурцов. В акционерном обществе Завидовское Доброжского района к 3 августа уборочная давно перешла свой экватор. Если бы не дожди, зерно с полей здесь к этому времени уже бы убрали. Средняя урожайность – 38 сантиметров с гектара. Это на 5 сантиметров с гектара больше районного показателя. И на 7 – областного. При этом убрать урожай любой ценой в хозяйстве не стремятся. До 70% в себестоимости продукции составляют затраты на горюче-смазочные материалы. А поэтому экономия – дело необходимое. Ежедневно идет замер топлива. Затем ежемесячно разбирается, у кого перерасход, у кого. Есть различные причины. Например, есть погодные условия, могут мешаться где-то. Тракторист погазовать на каком-либо ином участке, где сильно прошли обильные дожди. Может быть перерасход. Но в среднем считается норма, которая утверждена, миссельхозпродом есть, от чего мы отталкиваемся. Предсказывать погоду во время уборочной – дело неблагодарное. Тем более, что с одной стороны дожди сдерживают процесс уборки зерновых, однако с другой – это залог роста кормовых культур. В конце концов, жатва – только часть запланированных на этот год работ. До окончания сельскохозяйственного года необходимо еще многое успеть. Кажется, недавно только сеяли, сегодня уже убрали. И сегодня уже нужно залаживать новый урожай. Поэтому хочется, чтобы техника не ломалась, чтобы были обеспечены минеральными удобрениями, чтобы побыстрее обеспечить тот озимый сев. Ну и кормозаготовка. Все-таки не за горами, после уборки начинается кормозаготовка. И нужно создать прочную кормовую базу для обеспечения производства продукции животноводства, чтобы платить людям заработную плату достойную. 14 октября Гомельскую область с рабочей поездкой посещает премьер-министр. Глава Совета министров уверен – в госпрограмму должны быть заложены экономические, целесообразные объемы производства сельскохозяйственной продукции. С учетом потребностей внутреннего рынка и эффективного экспорта, ориентир в производстве зерна в 10 миллионов должен быть обоснован, учитывая емкость внутреннего рынка, а также экспортный потенциал мясомолочной отрасли и ее потребности в кормах. Мы выращиваем зерна столько, сколько нам необходимо для внутренних потребностей выполнить госзаказ. Мы в этом году уменьшили посев зерновых, гектар на 800, увеличили посев кукурузы, потому что мы построили новый свиновочистский комплекс, и нам основа кормления – это будет плющенная кукуруза. Нам надо порядка 6-7 тысяч тонн иметь плющенное кукурузное зерно. Поэтому мы уменьшили зерновую группу, увеличили кукурузную группу. 12 августа 2016 года. Гомельская область находится всего в нескольких часах от выполнения заветного задания – 1 миллион тонн собранного зерна. В области обрано 312 тысяч гектар, что составляет 90% к уборочным нашим площадям. Намолочено 983 тысячи тонн зерна. Это больше уровня прошлого года. Большинство районов области уже превысили уровень прошлого года. А такие районы, как Будо-Кошелевский, Ричицкий, превысили на Молот свыше 100 тысяч тонн каждый. До конца текущего дня мы перешагнем рубеж у миллион тонн зерна. 2016-й сельскохозяйственный год – это явная победа сельхозпредприятий Гомельской области. Однако и выводы из нее сделаны соответствующие. На 4 октября озимые зерновые в регионе были посеяны на 210 тысячах гектаров. Это 100% к плану. По сравнению с прошлым годом озимый клин расширен на 30 тысяч гектаров. Более высокую урожайность дают сегодня это посевы озимой пшеницы и озимой тротикали. Наиболее низкие яровые культуры дают. И на Меченом области по распоряжению нашего губернатора мы будем практически увеличивать озимый сел, потому что есть урожайность. Конечно, погода для яровых, когда они должны были развиваться, была засухой, но повлияла существенно. Мы имеем чуть более 20 центнеров на этих культурах. На яшменях подгорели. А на озимых культурах минимально 28 центнеров и выше идет. 1 ноября 2016 года. Хозяйство Гомельской области завершили уборку кукурузы на зеленую массу. Посевные площади по сравнению с 2015 годом не изменились. Весь воловой прирост получен за счет более высокой урожайности зеленой массы. Она составила 180 центнеров с гектара, что на 35 центнеров с гектара выше прошлогодней. Далее кормовая база общественного животноводства области пополнялась уже за счет уборки кукурузы на зерно. Согласно оперативным данным, на начало ноября общий намолот по области составил почти 150 тысяч тонн. Этого количества должно хватить, чтобы закрыть потребности области. Решение, как распорядиться оставшимися посевами, которые первоначально планировалось убирать на зерно, хозяйство принимали самостоятельно. Между тем, Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные о различных показателях сельскохозяйственной отрасли за три квартала 2016 года. Производство продукции во всех белорусских хозяйствах за первые 9 месяцев года достигло 11 миллиардов рублей. В сопоставимых ценах рост составляет почти 2% по сравнению с таким же периодом 2015 года. За последние 10 лет выручка белорусских агропредприятий составила 44 миллиарда долларов при инвестициях в эту отрасль в размере 26 миллиардов. Однако при этом в стране более трех сотен предприятий все еще остаются убыточными. Поднять экономику агропромышленного комплекса – одна из ключевых задач на 2016-2020 годы. Есть ряд предприятий, которые потребуют более глубокого отношения вплоть до применения процедур и банкротства, прежде всего, санации. По ликвидации предприятий я пока еще не видел конкретной статистики. Там, может быть, будут какие-то единицы. А в основном, в общем-то, если будет вестись речь по экономически требующим предприятиям глубокого оздоровления, то, скорее всего, будет процедура санации. Но еще раз подчеркну, что работа организована повсеместно, системно, с участием банковских структур. Причем работа будет сопровождаться не только финансовым улучшением самих предприятий, но и банков, прежде всего, которые являются кредитующими для наших организаций агропромышленного комплекса. Работа такая идет полномасштабная, охватывающая практически все предприятия АПК. И мы еще рассчитываем, что это даст, в общем-то, правильный финансовый результат. Редактор субтитров А.Семкин